Кто у нас замечательно работает в этом команде? Да нет, на самом деле хочу рассказать просто. Ты снимаешь уже давно, да? Да, конечно. Ну вот, два месяца назад мы начали строить эту базу. С того времени много воды утекло. За это время мы построили два полноценных дома. Вот один стоит под усадку, почти уже сел. И скоро мы будем его доделывать. И второй дом, дом там вдалеке, вы его наверное на видео видели. Смотри, я хотел показать вообще процесс заготовления, как мы с этим брусом справляемся. То есть вот у нас есть большая куча старого бруса. Если кому будет интересно, можем вам подсказать, из такого же бруса вам построить дом. В принципе, это выходит бюджетно за счет того, что брус обходится недолго, сам материал. Вот, у нас есть бруски, соответственно, мы их скидываем вот сюда сейчас. Отпиливаем от них все ненужные части, то есть, что касаемо старых чаш вырезается. Тот материал, который идет в ход, мы разбираем по кучкам. Тот, который не идет в ход, вот, остаются такие обрезки, их потом можно, не знаю, продать на дрова или самому топить баню. Потому что шашлыки на них не пожаришь, так как он с клеем. А из этого бруса у нас выходит что? Выходят вот такие кучки. Здесь у нас брус, который стартует вот трех с половиной метров и больше. Здесь брус меньше трех с половиной метров кучка. Соответственно, вот эти малыши-городыши, ну, не знаю, их сильно много не идет в расход на дома. В основном идут длинные, средние. Вот, и что-то там супер длинное, когда находится метров по восемь, тоже очень хорошо. Так, в основном, без такого, не скажем, что это говна. Когда обрезаются чаши, остается брус уже целиковый. Он уже выглядит достаточно неплохо. В дальнейшем все эти стены отшлифуются. Если вот здесь посмотреть, то есть мы уже пробовали шлифовать, дабы показать заказчику, как это выходит и какой цвет приобретает брус после шлифовки. То есть вот, вполне равномерный цвет, который потом пройдется. Это я просто пробовал болгаркой на высоких оборотах и 80-й шкуркой. Вот. Если здесь пройти 80-й, затем 120-й, здесь будет идеально отшлифованная стена. Затем вот эти швы заделаются, соответственно, не знаю, чем мы его сделаем, что-то этого не придумали. То есть вот клей ПВА с опилком, либо какими-нибудь деревяшками забьем и также зашлифуем. Покрываться этот дом вот с краской, то есть высокоукрывистой краской, которая не даст, то есть в принципе зальет отчасти даже эти стыки. Вот. Не знаю, с заказчиками разговаривали по поводу теплого шва, но я пока не вижу ничего критичного, чтобы надо было его делать здесь. Мы изначально, когда собирали, брус не так усаживался. Он, блин, щели были вот, здесь еще ничего щель, а были прямо вот палец залазил. Сейчас он с каждым днем там, с каждой неделей все плотнее и плотнее становится. Вот как здесь примерно саживается, вот в такой же ракурсе это происходит. Он высыхает, выравнивается, вот. И в дальнейшем, я думаю, не нужно будет уже нетеплого шва, ничего такого. Плюс здесь будет у нее полностью защищенный пол, то есть он будет снизу ветрозащита, затем утеплитель, а поверх утеплителя будет лежать два слоя ЦСП, а на два слоя ЦСП, соответственно, будет залито стяжка и теплый пол. Ну, снизу задувать ничего не будет. Как вы знаете, всех больше из дома выдувают снизу, то есть когда плохо утеплено и так далее. Через вот эти щели, я не знаю, но это очень редко, когда вот прямо вот через эти щели задувают. Это нужно очень, чтобы неровный брус был, или не очень неравномерно высох он. А в целом, вот, такие вот дома получаются. Несмотря на что, что делаем вот из такого старого клееного бруса, блин, я думаю, вполне неплохо выходит. Когда еще все это дело доделается, будет сделана чистовая отделка, эти дома будут выглядеть очень хорошо. И когда соберется весь, все дома по месту, то есть мы вам, думаю, еще успеем сделать отчет, если все пойдет хорошо у нас по этим домам. И когда уберется вот это говно, то есть вся вот эта куча разберется. Ну вот мы, то есть за три дня, за три дня мы перебрали, грубо говоря, если вот повернуть сюда, посмотреть, да, она была вот так наложена, вот, вот так, да, и вот оттуда, вот от начала лесов. Вот так вот куча была наложена. Мы ее за три дня разобрали втроем. То есть сейчас день увеличился, на улице намного светлей. То есть раньше то, что мы работали, допустим, с 9 утра и до 4 вечера, теперь мы работаем с 8 и до 5, там, до 6 вечера. Соответственно, за счет этого мы увеличили скорость выработки. И плюс уже научились разбирать его, как перебирать правильно, как укладывать и как лучше из него строить. Так что подписывайтесь на канал, следите за новостями. Всем пока!